Очагов аварийности на участках федеральных трасс, проходящих по территории Тверского региона, нет. Поэтому снижать скоростной режим там не будут. Об этом заявил начальник управления ГИБДД России по Тверской области Денис Черных. Он провел встречу с журналистами, на которой рассказал об изменениях схем движения в Твере, а также о смертности на дорогах за 9 месяцев этого года. Подводя итоги работы с января по сентябрь этого года, начальник ГИБДД по Тверской области отметил число и основные виды дорожно-транспортных происшествий в регионе. Денис Черных рассказал об увеличении количества происшествий на территории Верхнего Олжия, а также о количестве погибших и травмированных в дорожных авариях людей. По итогам 9 месяцев 2019 года на территории Тверской области наблюдается незначительное увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и числа раненых в дорожных происшествиях. В целом число погибших лиц на дорогах Тверского региона сократилось более чем на 10% или практически на 20 человек. Такое снижение смертности можно связать и с улучшением качества дорог в области. Лишь в этом году в плане работ 379 объектов. Это 550 километров. Ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Само название подразумевает не только повышение надежности, но и комфортности передвижения. Однако есть проблемные участки. Мы уже рассказывали о том, что водители жалуются на непонятную полосу разворота на проспекте Победы. Ширина выделенной полосы всего 1,8 метра, а должна быть не менее 3 метров, говорят специалисты. Автомобилю не хватает радиуса для того, чтобы совершить маневр за один прием. Все это создает реальную угрозу жизни пешеходам и водителям. Об этой проблеме в ГИБДД знают и заверяют. В скором времени устранят. Саму концепцию разметки на этой улице мы согласовали. А вот размеры, я просто не думал о том, что нужно лицам, которые занимаются проектированием, которые имеют соответствующие допуски, лицензии и так далее, объяснять, какая ширина полосы должна быть. К сожалению, здесь получилось так. То есть принципиально мы согласовали, сколько полос, что должны быть разворотные карманы и так далее. Но здесь, к сожалению, вопрос возник именно в, наверное, не побоюсь, некомпетенции тех людей, которые составляли непосредственно для разметчиков, составляли вот эту схему с размерами. Кроме того, начальник Тверского ГИБДД отметил, что полностью поддерживает идею о необходимости ужесточения наказания за нарушение правил перевозки детей в машинах. За эти 9 месяцев 79 несовершеннолетних пострадали, находясь на пассажирских местах при движении транспорта. Вот эти все разговоры по поводу того, что мне проехать один квартал, там садик находится за углом, зачем здесь ребенка пристегивать и так далее, они абсолютно неуместны. И самое главное, что они абсолютно не направлены на воспитание. Или на привитие вот этих правил поведения, как на дороге, так и в качестве пассажира. То есть, в принципе, как участник дорожного движения самому несовершеннолетнему. Зачастую родители делают это преднамеренно, зачастую ребенку говорят, спрячь голову, садик ГИБДД смотрит. В конце пресс-конференции начальник регионального ГИБДД призвал всех неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения и не забывать о безопасности детей, как в машине, так и за ее пределами. Почаще говорить с несовершеннолетними о правилах дорожного движения и самим показывать правильный пример.